Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на Радио Теус. Всем добрый день, с вами «Формула семьи» на Радио Теус, как обычно в 14.00 по Москве. Сегодня у нас пятница, 2 сентября. И в студии после долгих летних каникул. Наконец-то у нас Юрий Пожидаев. Друзья, здравствуйте. Каникулы были, наверное, у вас, но у меня не было каникул. Я где-то носился, где-то ездил. И надеюсь, что где-то в октябре, может быть, удастся в отпуск поехать. А сегодня мы... Эльвира, о чем мы сегодня говорим? Сегодня мы будем говорить о школе. У нас вся неделя посвящена школе. Мне кажется, не мудрено начало сентября. Все дети пошли в школу. Тем у нас школьные годы чудесные. Первый класс, конечно, особенное время. И впереди целых 11 школьных лет. Но что чувствуют школьники других классов? Средних, старших? О чудесных школьных годах сегодня поговорим. Ну, интересно. Вот мой сын пошел в четвертый класс. Пока полет нормальный. Полет нормальный. Юрий, сегодня второе число. Но второе число полет нормальный. Хотя он говорил, и мы его доводили в парикмахерскую. Стричь. И парикмахер же спросил его, ну как ты хочешь в школу? Он говорит, не хочу. А куда хочешь? На танцы хочу. Ну, мой сын занимается танцами. Но все же, друзья, хотелось бы сегодня услышать какие-то фрагменты из вашей жизни, которые повествуют о чудесах во время школы. Что вам было интересного? Вот расскажите какую-то историю, которая осталась у вас таким шрамиком или, может быть, хорошей канавкой в вашем сознании. Может быть, это приятное какое-то воспоминание. Поделитесь, пожалуйста. Хочется узнать вообще, как ваша школа прошла. Эльвира, вот вы же учились в школе. Да, я училась в школе. Вспоминаете? Я первый класс все время вспоминаю, когда гладиолусы были ростом больше, чем я. Ну, сейчас гладиолусов нет практически. Они так падали у меня с плеча. Мне их поправляла мама. Они все равно падали. Вот. Школа, школа. Начальную школу я плохо помню. Очень плохо помню. Ну, просто она была, ну, что там мы делали, сердечки, я помню, у нас были не оценки, а сердечки. Цветное сердечко — это, вот, хорошо просто. Серебряное — это четверка, а золотое сердечко — это прям пятерка. У нас кружки были. Красный кружок, потом квадратик, треугольничек, что-то вот типа этого. Вот, вот, мы приходили домой и клеили эти сердечки над, значит, столом, за которым мы делали уроки, вот, смотрели, думали, какие мы молодцы вообще, что мы сердечки эти получаем, потому что двойки — это вообще отсутствие сердечек было, вот так, то есть. И в конце, я помню, каждого триместра, мы учились по триместрам, у нас был итог, кто больше всех сердечек набрал и каких. И потом, значит, то ли торт, то ли какой-то подарок, я уже сейчас не помню, имениннику давали. Зато с начальной школы у меня сохранилась копилка, маленькая копилка, которую подарили на день рождения. Вот это всё моё воспоминание о начальной школе. Гладиолусы, сердечки и копилка. Здоровские воспоминания. Вот у меня воспоминаний не очень от начальной школы, потому что моя первая учительница была Елена Васильевна Пико, я даже до сих пор помню её имя-отчество и помню её вот внешний облик. Она была фронтовичка, друзьям мне много уже, достаточно лет, она ещё и учила мою маму, была артиллеристка, по-моему, вот такая награждённая женщина. И она была очень строгая, жутко строгая, нельзя было ничего делать абсолютно. Вот какое-то любое движение, всё это пресекалось, она имела физическое воздействие. Указка по голове, это было, ну, нормальненько так, ну, по голове, вот это слово шкрыкнуть было, да, вот если она могла подойти и шкрыкнуть указкой по голове. То есть поэтому ученики понимали, что надо учиться, что в школу надо приходить не убодрясничать, а надо таблицу умножения знать. Мы писали перьями ещё в то время, и всё было хорошо, дисциплина была просто идеальная. Вот так вот начиналась моя начальная школа. Не знаю, была она чудесная, расчудесная, но были хорошие, конечно же, моменты. А у меня был такой же учитель, это было уже в средних, в первых средних классах, да, я имею в виду пятый, шестой, у нас был такой географ. Ему было, наверное, лет 80 уже, он ходил с тростью, у нас прозвище было, ему да, ну, костыль, ну, всё понятно. Ну, понятно, да. Его уроки, это была как армия. Он заходил, все вставали по стойке смирно, ровно, и тишина, ни единого вздоха. И вот он заходил, осматривал весь класс полминуты, каждого так пристально осматривал. Потом говорил так, здравствуйте, дети, садитесь. Мы ему кивали и садились. И в течение его урока должна была быть гробовая тишина. Но, когда его мы просили рассказать о каких-то его экспедициях и походах, потому что он был не просто теоретик, он практикующий был географ. Он начинал рассказывать о том, как они в Африку съездили, ещё куда-то, и, конечно, его история не сравнится ни с чем. К сожалению, его уже сейчас нет на свете. Я считаю, что это был лучший учитель средней школы. Ну, вот видишь, как здорово. Мы же говорим сегодня о том, что школьные годы, они чудесные, друзья мои. И хотелось бы, чтобы вы делились с нами чудесами. Вот какие-то чудеса, какие-то иллюзии, может быть, какая-то история, может быть, какое-то событие, которое у вас в школе произошло. Ну, поделитесь с нами, поделитесь со всей страной, со всеми радиослушателям, будет очень приятно. Но я хотел сказать следующее, друзья мои, что сейчас вот школьный процесс, и школа, это немножко другое, чем у меня была школа. Я думаю, что у Эльвира тоже. Потому что сейчас школа детей не учит, она только сопровождает их, и вся нагрузка идёт на родителей. И наш педагог, наша учительница так и сказала, что у меня 30 детей в классе, и я не смогу их вообще чему-то научить. Поэтому она как бы даёт им тему, объявляет эту тему, а вся основная нагрузка ложится на родителей. То есть, подождите, как это происходит? Это происходит так, происходит обыкновенно. А что они на уроках-то делают? Они на уроках делают, она что-то объясняет. Но она сразу оговорилась, что не требуйте от меня того, что ваш ребёнок здесь будет учиться. Ничего себе! У меня такого не было, Юрий. Хотя я окончила школу не так давно. Я выпустилась, извините, в 2011 году, 5 лет назад всего. Ну, видишь, как за 5 лет может очень многое измениться. И сейчас школа, она даёт только сопровождение. Да, конечно же, там есть учебный процесс, есть учебные планы, есть расписание. И так далее, и тому подобное. Но сейчас уже детей, даже в начальных классах, им рекомендуют нанимать репетиторов. И чтобы репетиторы помогали им выполнять домашние задания. Или если родители работают, или если они не справляются. Ну, я понимаю, что в начальной школе можно помогать ребёнку. Я вот за 4 класс там открыл, значит, у неё есть такая специальная какой-то типа учебник, или какой-то такой, ну, не знаю, брошюра контрольная. Вот я на некоторые вопросы что-то не смог сразу так вот ответить в 4 классе по русскому языку. Думаю, надо мне в правочную литературу полезть. И я понял, что мне нужно вместе с моим сыном, вместе с моей женой, мы будем, наверное, на пару распределим предметы и будем учиться вместе, будем преодолевать вот эти школьные годы чудесные. Ну, друзья, я бы хотел сегодня дать вам несколько советов, которые помогут вам помочь вашему ребёнку. Как идти в школе, что делать в школе. И, ну, для того, чтобы процесс обучения в школе, он был не тягомотным, а, ну, хотя бы немножко приятным. Друзья, звоните нам 8 800 333 17 06. Мы ждём ваших звонков, хотим с вами поговорить о школе. Расскажите, ведь каждый из вас ходил в школу. Расскажите, как это было. Пишите нам сообщение на сайте teos.fm. Также у нас есть Viber, WhatsApp. Вот Илья Богданов, наш постоянный слушатель, уже с нами поздоровался в Viber. Добрый день, Эльвира и Юрий. Очень рад вас слышать. Добрый день, Илья. Добрый день. Да, из Ялты нам привет долетел, если я правильно помню. Да, из Ялты там хорошо. Viber, WhatsApp, плюс 7, 977-850-09-96. Один раз добавьте нас в контакты и всё. Потом просто пишите на Radio Teos. Также у нас есть мобильное приложение. Вы можете через него нас слушать. Это для тех, кто всегда вечно куда-то бежит и не может слушать нас с компа, который стационарный или с ноутбука. Скачайте, слушайте, отправляйте сообщения. Всё придёт ко мне вот здесь на экран. Я прочитаю, зачитаю. Так что ждём, друзья, ждём ваших историй. Ну что, мы говорили до всех наших условных контактов, где можно услышать и задать вопросы. Мы говорили о том, как сделать школьные годы чудесными. Ну вот, Эльвира, вот что нужно, что тебя мотивировало учиться в школе или помогало? Ну, у меня мама просто следила с детского садика за этим процессом, и в какой-то степени мне повезло, потому что вовремя заметили вот это стремление. Оно у каждого же ребёнка проявляется. Если его вовремя заметить и отдать, может быть, пораньше чуть-чуть забрать. Меня забрали в пять лет из садика в феврале, в марте мне исполнилось шесть. И в шесть с половиной я осенью, по сути, уже в шесть и там пять, уже пошла в школу. Вот это было вовремя мамой сделано, спасибо ей большое. Конечно, они в детстве с папой со мной читали, занимались, но в школе меня мотивировала учёба. Я даже не знаю, мне просто было интересно, интересно узнавать что-то новое. Может быть, классная руководительница в начальной школе была такая, которая помогала. Не знаю, на экскурсии мы ездили разные, внеучебные мероприятия, спектакли какие-то школьные, какие-то постановки. Это же всё интересно. Ну, первый совет, друзья мои, если ваш ребёнок идёт в первый класс, или если он учится в начальной школе, посмотрите, какой у вас будет учитель самый первый. Конечно, это важно. Если учитель вас как-то не устраивает, вам нужно поговорить, чтобы понять, что это за учитель. Насколько он внимательен вообще к вам, когда вы пришли, как он разговаривает, как он строит предложения вообще, насколько он учтивый и так далее. Вот, понимаете, последующая вся школьная деятельность, она складывается по первому учителю. Если первый учитель или не очень компетентен, или не очень эмоционален, или чрезмерно эмоционален, груб, или есть какие-то у него дефекты в его педагогической деятельности, то я хочу вам сказать, друзья мои, то тогда школа — это будет казармой, это будет таким тюремным сопровождением ребёнка на протяжении 11 лет, куда он не будет ходить. У меня была вторая классная руководительница, вот как вы описали, она была очень жёсткая, грубая. Но мы были как в армии, на её занятия она вела носалгебру, правда, ходить не хотелось. Да, потому что почему? Потому что школа тогда пройдёт параллельно, и все знания, которые вроде как должен ребёнок там почерпнуть, они пролетят, как фанера над Парижем, и ребёнок абсолютно ничего не усвоит. Так, первый учитель — это очень важно, поговорите с ним, выясните, что за учитель, и кто будет обучать вашего ребёнка. Если вас не устраивает учитель на первых порах, в первом семестре, или в первой четверти, ну, поменяйте школу, не бойтесь этого, ну, не бойтесь. Уходите в другую школу по рекомендациям, потому что обычно родители знают друг подружки, где, какой учитель, как он ведёт, хороший, нехороший. Я во дворе уже знаю про всех учителей, да, у нас, например, в этом году пять первых классов в нашей школе, в прошлом году было шесть первых классов. И всё понятно, да, и всё понятно, какие учителя и родители обмениваются мнениями. Поэтому это первая рекомендация для того, чтобы школьные годы были чудесными. Друзья мои, первый учитель — это очень важно и необходимо. Протестируйте его, ну, почувствуйте, постарайтесь его почувствовать и понять. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупости, он говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radio-teus.ru Друзья, пишите нам, звоните, спрашивайте, задавайте вопросы о школе, о детях. 8 800 333 17 06, сообщение на сайте. Вот у нас есть первый звоночек, вернее, первая ласточка сообщений. Пишет нам Наталья. Мы пошли уже в третий, и с учителем нет хорошего контакта. Ребенок очень боится ее. Как быть? Менять школу? Конечно, менять. А вы хотите что? Понимаете, ведь страх — это дело такое накапливающееся. И ребенок, он боится, боится. А потом, поймите, что потом неврозик у него появится, а потом фобия какая-то появится. Потому что, конечно, можно заставлять ребенка, можно его как-то мотивировать, можно его к дисциплине призывать и так далее. Но ничего хорошего из этого не выйдет. Поменяйте учителя. Мне хочется, чтобы ваш ребенок, я так понимаю, что ваш ребенок, наверное, ходит в начальную школу, чтобы он ходил в школу с удовольствием. Понимаете, ведущий тип деятельности у младших школьников, у них это учебная деятельность. И так вот заложено в ребенке, что у него есть потребность в обучении, его не надо мотивировать, у него есть эта потребность. Так ребенок устроен. И если на пути учебной деятельности возникает такая тетенька, тетенька строгая, которой ребенок боится, цепенеет, и при ее присутствии он не может стихотворение рассказать, и он заходит в класс, и все то, что вы выучили, например, несколько часов потратили, чтобы стихотворение про коньяк горбунка выучить Пушкина, он видит ее, он видит ее, мимику, вздох какой-то, и ребенок цепенеет, и он ничего не может рассказать. И кому это нужно? Поймите, вам здоровый ребенок нужен, нормальный, потому что ребенку еще замш выходить, ребенку еще жить нужно, ребенку еще нужно будет работать и так далее. И оценки — это последнее дело. Я еще об этом скажу сегодня. На оценки никогда не ориентируйтесь, пожалуйста. Поэтому промониторьте, может быть, в вашей школе, есть другой класс, куда бы ваш ребенок мог пойти. Посмотрите, пожалуйста, но я вас просто прошу, сделайте все возможное, чтобы поменять учителя, или так поговорить с учителем, чтобы это имело действие на него. У нас сейчас был звоночек, но он сорвался. Дорогой слушатель или слушательница, перезвоните нам, мы возьмем трубочку. Не дождались прямого эфира. Но есть сообщение на сайте от Аркадия, как раз вот в тему того, что вы сказали сейчас, Юрий. Первый учитель в первом классе пыталась отвезти меня к директору за то, что я забыл сделать задание. Не дала возможности мне исправиться в тот день и через два месяца ушла в декрет, не дав возможности исправиться и позже. Она сделала из меня двоечника. Очень сложно учился. Теперь бедные учителя моих детей потеют, когда общаются со мной. Всем родителям защищайте своих детей. Не допустите им быть обижены. Не допускайте того, чтобы они были обиженными. Я согласен абсолютно. И я как-то уже говорил здесь на радио Теос о том, что всегда ваш ребенок, он априори прав. И потом вы с ним разбираетесь. Вы сначала защищаете, а потом разбираетесь. Понимаете, никогда не принимайте чужую точку зрения. И вы, как никто другой, должны знать своего ребенка. И он должен чувствовать защиту от вас. Он должен чувствовать вот этот тыл. Понимаете? Потому что ребенок, когда приходит в школу, это чужая тетенька. Если это начальная школа, чужая тетенька. Например, учитель физкультуры, учитель музыки, учитель английского языка. Это совершенно другие люди, которые... Это поток, понимаете? Вот перед глазами учителя эти дети меняются. Они на них практически не обращают внимания. Это поток. Понимаете? И поэтому вам нужно своего ребенка защищать. Если двойка, если ребенок вдруг отказывается идти в школу, это для вас очень большой сигнал. Поэтому вам нужно вместе с ребенком идти в школу и разбираться с этим вопросом, почему. Итак, у нас звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы предупредить эту мамочку, которая беспокоит за свою дочку, у которой же учитель очень строгий. Я просто хочу поделиться своим опытом жизни. Да, пожалуйста. Судьба его сына тоже была очень строгая учительница в первом классе. Но поскольку он не ходил в садик, потому что он часто болел, он как-то боялся даже ее взгляда. И к третьей четверти он уже стал заикаться так, что он не мог говорить «мама». И ее отправили в речевой санаторий. Но я понимала, что это от учительницы. Но, знаете, наше поколение, мы всю жизнь снимали шляпу перед врачами, перед учителями. И я-то ее стала бояться. А потом как-то, знаете, что-то произошло в моей жизни. Я пошла, поехала в библиотеку Ленина, набрала дошкольное воспитание, школьное воспитание, все там прочитала. И когда я пришла в школу, я говорю, я хотела бы с вами поговорить. Она говорит, мне некогда говорить. Я говорю, ну пойдемте в ваш класс, я говорю, и мы поговорим. Вы знаете, я не знаю, откуда у меня была эта смелость. Я закрыла ее на стол. Эта дверь прям в стул воткнула. Я говорю, на... И я ей целую лекцию прочитала, как надо, ну, разбирать. Садовский ребенок, не садовский. Видно по ребенку, что он просто, он от одного ее взгляда цепенеет. И когда... Вы знаете, она сидела, слушала, как будто бы первый раз слышит это. И, конечно, я ее... Но потом, когда поговорили, она все хотела уйти. И она говорит, ну, на следующий день, говорит, вы знаете, он так хорошо прочитал стихотворение, вот то-то, то-то. Но он уже на следующий четверг поехал в санаторий. А там вы провели его речь. Там поют они, ну, чтобы восстановить речь. Вот. И я помню этот случай. Вот сейчас он уже взрослый, ему уже 50 лет. Но где-то когда он волнуется, я чувствую, что он заикается. Как бы вот отголоски того времени все-таки живут. Поэтому, мамочка, берегите своих детей. Здесь, кроме вас, никто их не защитит. Спасибо. Спасибо вам большое за такую историю. Спасибо вам громадное. Вы очень большая молодец, потому что вы пошли, и потому что вы защитили своего ребенка. Потому что вы не просто даже его защитили, а вы попытались исправить позицию. Может быть, вы даже защитили еще многих-многих детей, которых эта учительница потом калечила и учила. Вам спасибо громадное. Так, да. Все, звоночек закончился. Спасибо большое. Да, и вот поэтому, друзья мои, нужно защищать детей. И следом у нас еще один звонок. Еще один звонок. Ну, давайте примем. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Алло. Так, сорвался. Сорвался опять звонок. Ну, звоните, мы ждем вас. Звоните, да. Итак, школьные годы чудесные, друзья мои, чтобы ребенку было хорошо. Значит, первый учитель очень важно. Второй момент. Ну, я очень прям конспективно вам все это буду говорить, потому что это очень вещи простые. А у нас телефонный звонок. Да, все-таки дозвонился нам слушатель. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Владимир. Хочется поделиться школьными годами. Так. Вот, значит, моя первая ученица была Анна Алексеевна. Это было давно. У нас тогда были партии, кляшки стали с конца. Да, такие чернильницы были в партии, да. Угу. Меня вообще учителя все очень любили, да. Потому что будут покладистые, понимаете. Учителя не любят, когда им засаждают, когда уроки не учат. Они не любят таких учеников. И вот в первом классе, второй, третий, да, тогда остальных не было. Мы приходили, да, звонок, обеденный перерыв, детишки доставали бутерброды там. А я обычно, мы жили очень бедно, мамы, трое детей, у нас папы не было, да. И я обычно пустой приходил. Она мне отдавала свои пончики, самые сырники, помню. Я с удовольствием упрекал, да. И вот я ей благодарен до сих пор. Такая была хорошая. Ну, как вы помните, как ваша учительница звали? Да, Анна Алексеевна. Анна Алексеевна, да. Может быть, многие из вас смотрели, когда мальчик из деревни приехал учиться в райцентр, ну, какое-то селение покрупнее, где он был. И помните, как вот учительница, которая с ним занималась, какой она, какой подход она имела, да. Она никак не могла его научить французскому языку. И помните, директор школы их там застал, что они играли на деньги в пристенок. И потом выгнала эту учительницу, и она прислала ему вот в конце фильма эту посылку с макаронами и с яблоками. А я помню этот фильм, я смотрела. Это очень удивительный фильм. Удивительный фильм, вот уроки французского, и вот как бы в рамках нашего эфира, конечно, мы не можем фрагменты показать. Но посмотрите, и я думаю, что вам этот фильм будет очень полезен и очень назидательным. У нас сообщение еще на сайте. Подождем с лекцией, да. Галина пишет. День добрый. Учитывая прослушанный звонок, я за домашнюю форму обучения. Вот поправочка небольшая. Наверное, за семейную, а не домашнюю. Потому что вот буквально вчера у нас был с Сергеем Толоконниковым эфир. Да, есть домашнее обучение, есть семейное обучение. Домашнее обучение, это... Для деток с ограниченными возможностями. Ну, например, у нас в школе есть там один хулиган, и он не может вообще находиться в обществе. Он находится на домашнем обучении, потому что он неадекватен. К нему ходят учителя. Вот, да, это разные формы. А если семейное обучение, то вы, в принципе, сами следите за обучением своего ребенка, а учителя не ходят. Да, вы прикрепляетесь в школе, вы все проходите, берете учебники, сдаете по каким-то там графикам те или иные предметы, там экзамены, зачеты, и ваш ребенок под вашим контролем. Или, может быть, какой-то учитель будет вам помогать, или вы можете объединиться с какой-то семьей, или несколько семей, вы можете сами, потому что я думаю, что это еще лучше. Если это маленький коллектив, где это там 3-5 человек, и один родитель преподает физику, другой математику, это очень здорово. И мне кажется, это очень хороший выход для того, чтобы наши дети были нормальными. Ну что, друзья мои, я начну, открою полезные советы для того, чтобы школьные годы были чудесными. Первое, ну, нужно организовать четкий режим для ребенка, он должен спать у вас там не менее 8 часов. Поэтому в 10 часов пусть он идет спать, и поймите, что если ребенок у вас там тихаря играет в компьютер, или если перед сном смотрит какие-то компьютеры, или где-то он там гуляет, это все влияет на его восприятие, это влияет на его эмоциональность, друзья мои. Поэтому старайтесь, чтобы ваш ребенок высыпался. Я знаю, что такое поднимать ребенка в 7 часов, и когда он, например, на 30 минут мы можем задержать отход ко сну ребенка, и потом в 7 часов его поднимать очень тяжело. А здорово, когда ты просыпаешься, а ребенок уже проснулся, он уже сходил в туалет, почистил зубы, переодел пижаму, уже ждет тебя завтракать. Это же приятнее, нежели ты ребенка толкаешь, мучаешь его, говоришь, вставай, вставай. Он начинает конючить, плакать. По-моему, я вспомню произведение одно. Вспомню, друзья мои, вот, крутится на языке где-то в голове. Там очень ярко описано, автор описывает, как он ходил в школу зимой. Это было удивительно. Как я съел собаку? Нет, 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 Гришковец, и не помню его. Как я съел собаку, по-моему, называется. Давайте сейчас попробую найти в интернете. Вот, у Гришковца это удивительное тоже вот следующее произведение. Он там, например, описывает, как все это было. Ты узнаешь себя в этом произведении. Ты просто плачешь вместе с ним. Да, я смотрел, и я себя узнавал. Второй момент, друзья мои. Да, как я съел собаку. Как я съел собаку, да. И, пожалуйста, или прочитайте, или найдите в интернете. Я думаю, будет вам тоже полезно. Итак, первое, что вам нужно посмотреть, это фильм уроки французского. Второе, посмотрите или послушайте Гришковца, как я съел собаку. И второй совет, друзья, это ограничить пребывание ребенка перед любыми экранами. Будь то планшет, будь то телевизор, будь то компьютер, будь то телефон, будь что-то. Вот ограничьте, пожалуйста. И мне бы хотелось, чтобы вообще ваш ребенок пользовался телефоном, как телефоном. А вот какой-то выходной день, не более четырех часов в неделю, это достаточно для того, чтобы ребенок потом адекватно у вас развивался и жил. Третий момент. Ребенок обязательно должен иметь свое место работы, где он занимается, где он учит уроки, где он играет. У него должен быть свой уголок, понимаете? Поэтому если ребенок тут вот на кухне, тут вы, не знаю, тут вы колбасу заворачивали, тут вот щи пролили, тут еще что-либо, потом его передвинули, потом там-там. Поймите, когда у ребенка нет определенного места, то ребенок, ну, расховаживается. И потом ему очень трудно вникать в процесс и заниматься своими учебными делами. Прерву Юрия с сообщением, которое прислал нам слушатель Никита. В четыре года прочитал свою первую книгу. В пять лет прочитал от корки до корки легенду Атиле Улленшпегеле и детей капитана Гранта. В шесть лет имел второй взрослый разряд по шахматам за призовые очки в общегородском турнире в Санкт-Петербурге. К этому времени освоил математику до седьмого класса. В шесть лет. Математику до седьмого класса. В уме считал уравнения с квадратными корнями в степенях. При этом имел успехи в спортивной гимнастике и футболе, считался перспективным. Пошел в школу. Был двоечником. Первая учительница, заслуженная, считала меня идиотом и пыталась сдать в интернат для психбольных детей. Ненавидел школу от первого до последнего года обучения. Вообще не понимал, зачем я там нахожусь. При условии, что программу школы я сам мог освоить годы за два. Школа меня отупила и сделала не только стандартным, но и несчастным. Вуз вернулся на свои места. — Ой, очень печальная история. А напишите, пожалуйста, нам тоже в сообщении. А ваши родители, они имели какое-то отношение, участие к вашему учебному процессу? — Где именно? До школы? — Нет, до школы понятно. — Потому что все заслуги — это дошкольные. — До школы. Нет, во время школы. Мне интересно вообще, если там учитель из вас делает идиота, родители же знают, что у вас успехи. Они как-то стали на вашу сторону. Вот хотелось бы немножко углубиться в вашу историю и услышать продолжение. Что ж такое-то вот так произошло? Потому что в любом случае, что вот это вот отравленное время, конечно же, оно у вас сидит. И вот какая-то даже обида на все на это, наверное, и есть. Поэтому, если вам не сложно, пожалуйста, напишите нам. Мы будем очень рады познакомиться с вашей историей. — Честно говоря, пронзила так, что я сижу в оцепенении и думаю, это же каким нужно быть учителем. Учитель — это профессия призвания. — Конечно же, это профессия призвания. — Как так можно? — Или ты живешь где? Ты же живешь вот среди всех нас. — Я не сталкивалась, честно. У меня не идеальная школа. — Кто идет в педагогический вуз и в педагогическое училище? Ты видела этих студентов? — Ну подождите, у меня не идеальная школа. У меня не было таких учителей. — Нет, ты видела этих студентов? — Студентов нет, не видела. — Кто идет в педагогический? — Одну знаю. — Обычно идут те люди, которые о большем не мечтают. А вообще педагогические институты или университеты, ну как мягче это сказать? — Юрий, я вам не верю. Я не верю вам. Есть хорошие педагогические институты. — Нет, есть хорошие педагогические институты. Есть. Я не хочу сейчас вот в эту дискуссию пускаться, потому что учителей, учителей хороших с призванием, которых вот именно так воспитывают, их очень и очень мало. Мы сейчас не будем говорить о зарплате и так далее и тому подобное. Вот недавно в новостях прошло, где-то родители возмутились, что они все цветы увидели в мусоре и так далее. Ну я понимаю, что если учителю подарили 30 букетов, она до дома не дойдет. Но она их в мусор выкинула. И я хотел следующее сказать, что профессиональная деформация у трех категорий людей. Врачи, педагоги и учителя. Учителя, педагоги и психологи, простите. Это люди, которые имеют профессиональную деформацию. Я встречал учителей, которые 20-30 лет работали в школе. Они вообще ничего не воспринимают. Они ведут везде себя одинаково. И этим людям, им нужно помогать. Есть же контроль учителей, как их контролируют. Это открытые уроки. Приходят другие учителя на открытые уроки. И вот там все это, показ идет. Ой, слушайте, вот эти открытые уроки, когда внутри все друг друга прикрывают. Понятно, понятно. Вот все ни о чем. А нужно же как-то по-другому. Мы можем вспомнить, где Вячеслав Сихонов играет. Это, помнишь, этот старый фильм, Штирлиц Вячеслав Сихонов играет в главной роли. Опять сегодня с памяти моей что-то стало. Но учителя есть учителя. Это данность, с которой мы живем. И поэтому наша сегодняшняя передача, она больше обращена к родителям, а не к учителям. Дорогие мои родители, пожалуйста, будьте родителями. Защищайте своих детей. И помогите им сделать так, чтобы школа была более-менее приемлема и удобоварима. И поэтому мы остановились на том, чтобы место было для ребенка, чтобы у него было фиксировано место для игры и для обучения, чтобы он уроки мог делать. Следующий момент. Мои хорошие, дорогие родители, пожалуйста, прекратите детей кормить чипсами и всякой фигней. Ой, Юрий, кто кормит-то? Просто деньги даются на карманные расходы, а ребенок что, правильно идет и покупает? Дома хотя бы помогайте детям есть нужную пищу. Конечно, дети избирательные, понятно. Овощи, крупы, нежирное мясо и молочные продукты. Ну, понятно. Ребенок любит сватку и все остальное. Но старайтесь. Опять, это все влияет на развитие ребенка. Это все влияет на его обучаемость. А физкультурой занимаетесь вместе с ребенком? Вот было бы неплохо. Пример. Ты показываешь пример ребенку. Ты показываешь пример. Ты берешь, например, ребенка в субботу, выходные дни, вы идете хотя бы гулять. Или вы, например, катаетесь на каких-то передвижных устройствах. То ли на скейтах, то ли на самокатах, то ли на великах. Ну, на чем-нибудь. Это очень здорово, когда ребенок занимается физкультурой. Можно даже дома. Для спины что-то сделать, какие-то упражнения. Ребенок у вас учит уроки. Ты ему говоришь, Саш, пойдем, пойдем покрутимся. И вот вы ложитесь на живот, поднимаете руки, ноги, качели, еще что-либо. Турник можно повисеть. У нас в коридорчике висит турник. Вот мы выходим, у нас маленький четырехлетний висит. Вот мы там все висим. Мы как сардельки с женой висим. Они там еще как-то, ну, половчей как-то выглядят. Ну, иногда наши соседи присоединяются. Вообще это целое веселухо. Вообще в общем коридоре у нас бывает порой. Вот. Хотелось бы чаще. Ну, опять, я это и к себе говорю, друзья мои. Ну, надо вот заниматься физкультурой. Следующий момент. Ребенок гулять должен тоже. Вот прогулки какие-то совершать тоже. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Особенно в начальной школе. И вот следующий пункт или следующий момент, он очень важный. Помогайте ребенку во всем. Да, и ваша помощь ребенку в приготовлении домашнего задания, в определении, чем он хочет заниматься помимо школы, как ему поступить в конфликтной ситуации. Очень важна. И эта помощь должна быть с точки зрения не какого-то отстраненного директора, а с точки зрения друга-наставника. И, конечно же, перебор с помощью тоже. Это может быть плохим. И ребенок быстро утечет, что мама намного лучше и быстрее пишет доклад и начнет спекулировать о этом. Или, например, если ребенок у вас плохо завязывает шнурки, помогайте ему завязывать шнурки, учите его. Проявляйте терпение, но не завязывайте за него шнурки, если вашему ребенку уже 12 или 14 лет. И поэтому помогайте только тогда, когда ребенок сам потратил достаточно усилий, но, увы, не справился. Вот будьте рядом, будьте на связи с ребенком, понимаете? Не делайте за него, но помогайте ему достигать определенного успеха, завершенности в том или ином процессе, который он делает. Это и вас будет стимулировать, и вы будете развиваться, понимаете? Я еще вот опять программу четвертого класса смотрел, и там тесты по литературе было. И вот там у них уже достаточно сложная программа. И я понял, что мне надо что-то почитать, чтобы ответить на вопросы этого теста. Я представляю, в принципе, у меня нет пока детей, но представляю... Зонщенко я почему-то не читал. У меня выпало. А в четвертом классе Зонщенко читают. Я понял, что мне надо читать. Это надо будет покупать целую библиотеку и вместе с ребенком прорабатывать все эти вещи, чтобы элементарно он у тебя спросил что-то по этому произведению. Ты хотя бы знал, что ответить. Ну, что и о чем. Ну, конечно, что к чему и для чего. У нас есть еще одно сообщение. Слушатель подписался, как мимо проходил. Сообщение такое. Атмосфера в классе напрямую влияет на желание учиться. Важно, чтобы учитель мог грамотно ею управлять. Очень важно не судить по способностям первого ребенка о втором. Так, не судить. Я понял. Я понял. Это имеется в виду, когда... Я так понимаю. Я понял. Это имеется в виду, когда, например, за партой сидит отличник и двоечник. И я должен мерить всех остальных по этому отличнику. А, это да. Это бывает такое часто. Вот, например, у нас Элечка хороший, а Толечка плохой. Вот, Элечка хорошая, Элечка молодец, Атолечка двоечник. И поэтому, ну как, ну посмотри на Элечку. Элечка же хорошая, она же молодец. У меня стихи хорошо получается читать. А знаете, как неловко в этом состоянии быть? Ну, я училась отлично, да. Честно скажу. Это заметно. И очень неловко себя чувствовать, когда тебя ставят в пример, а так не должно быть. Ты это понимаешь, а учитель нет. И потом отношения с одноклассниками, они рушатся в этот момент. Тебе приходится заново с ними выстраивать эти отношения. Учителя, пожалуйста, не делайте так. Говорю вам как человек, которого ставили в пример. Не надо этого делать. И когда на родительском собрании, если педагог, учитель, классноркователь начинает сравнивать, начинает перечислять семена детей, говорит, вот у нас этот хороший, этот плохой, ребенка нужно сравнивать только с самим собой. Конечно. Тебя потом ненавидеть могут. За то, что вот ты хороший, а я до тебя дотянуться никогда не могу. Ну и правильно. Это неправильно, конечно, но неприятно очень. Ну это шутка, друзья мои. Конечно же, это шутка. И, ну мы говорили о помощи, помогайте ребенку во всем, но не делайте за него всю домашнюю работу. Следующий момент. Умейте слушать и слышать ребенка. Вот и не пренебрегайте его умозаключениями и переживаниями. У ребенка всегда есть что-то вам рассказать. И когда он начинает вам что-то лепетать и рассказывать свои 8, 9, 10 лет, и, может быть, вам это кажется достаточно скучным и невнятным, и не очень ярким, и не очень вербально оформленным. Ну, мои хорошие, мои дорогие взрослые, пожалуйста, слушайте, слышите ребенка, что он вам может сказать. И постарайтесь вникнуть в его проблему, если они для вас кажутся какими-то мелочными и ерундовыми. И вот чтобы дать ему ценный совет, вы сами должны уметь анализировать и строить свои мысли. Понимаете, очень важно помочь ребенку заниматься интроспекцией, заниматься тем, чтобы он мог анализировать свои поступки, он мог выстраивать свои мыслительные процессы, чтобы он мог давать оценку своим поступкам. Вот он рассказывает вам какую-то историю и делает вывод. Вот я здесь поступил плохо, здесь вот я поступил не очень верно, здесь вот я поступил хорошо. А кто ему может помочь? Вы ему можете помочь, и нужно это сделать. И я встречаю достаточно много взрослых, друзья мои, у которых вот такой инструмент, как умозаключение, отсутствует. Просто напрочь отсутствует. К сожалению, не научили. У нас есть два сообщения на сайте. Первое от Аркадия. Он уже нам писал. У меня пошли дела в гору только после того, как я начал переводить слова учителя примерно так. Эленька молодец, а Аркадий плохой равно нестандартный, особенный. Мне бы это помогло, если бы мои одноклассники так думали. Ну вы большой Аркадий молодец, потому что все-таки у вас какая-то там самозащита сработала, какой-то блок там у вас был. Это очень хорошо, да. И хорошо, что у вас это сработало. Но, к сожалению, бывает так, что некоторых детей растаптывают, и вот сегодня радиослушательница к нам звонила, и вы все слышали, когда ребенка так испугали, и так на него наехали, что он начал заикаться, его в речевой санаторий отправили вследствие этого. Поэтому Аркадий молодец. И следом нам пишет Никита, вы просили рассказать о родителях, вот он ответил. До школы мать учила читать. Отец — шахматы и математика. Физически — генетика. Когда мне было 8 лет, они развелись. Мать потеряла волю к жизни. 8 лет — это как раз первый-вторый класс, да? Второй. Второй, да. Мать потеряла волю к жизни, боялась забрать меня из школы, боялась что-то сделать. Считала, что надо смириться, что у нас нет денег и нет возможности перевестись в другую школу. Потом еще и в интернат сдала, так как не было возможности кормить, в кавычках. И вполне обеспеченных превратились в нищих. Но я считаю, что не до такой же степени. Само это безволие и привело меня к печальным результатам. Психологические последствия, которые я расхлебываю до сих пор. Уже лет 15 прошло. Учительница была заслуженной учительницей Советского Союза. С тех пор считаю, что заслуженных учителей быть не должно. Это конец развития человека. Или вот, например, в 10 классе мне ставили двойки по английскому языку, на котором я свободно говорил. Весь мой физико-математический класс у меня списывал. У меня были двойки, у остальных тройки, четверки и даже пятерки. У меня это вызывало хохот на уровне истерики. Но родители долгое время ничего не меняли. В итоге я полностью прекратила отношения с матерью. Она этого не пережила и умерла от рака. Родители, делайте хоть что-то ради своих детей. Если ребенку плохо, его надо слышать и слушать. А многие из вас не обращают на этот скулеж внимания. Люди, вам это аукнется. Вот так. Ну, очень большое спасибо. Громадное спасибо, что вы написали продолжение. И теперь все становится понятным. И поэтому я вот буквально кричу сегодня, друзья, на радиоэфиле. Родители, не утешайте себя мыслью, что если вы ребенка отдали в школу, школа все сделает за вас. 90% это на ваших плечах. Если вы завели ребенка, если вы решили дать жизнь ребенку, это ваша ответственность. Довести ребенка и помочь ему встать на ноги. Понимаете, процесс кормления, одежды и развлечения. Это пустяк. Это пустяк. Это пустяк. Но вот самое основное, самое основное, вот о чем мы говорим, это защищать ребенка, это понимать ребенка, это помогать ребенку, это слышать ребенка. Вот это же человечек, который растет. Который растет. И вот мы сейчас читали это сообщение. Это боль такая, вот слышится просто в каждом слове боль. Поймите, что это как вот, по-моему, мультфильм, «Пустили ноя ворона», что ли. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. И потом мы раним других. Эта вот цепочка, она постоянно идет. Ну давайте прерывать эти цепочки. Давайте мы все-таки уже перестанем, перестанем заниматься собой. Мы уже, всех денег мы не заработаем. Если у нас есть ребенок, если у нас есть дети, давайте-то, наконец, обратим внимание на наших детей. И следующий совет, который я хочу вам дать, это следующая рекомендация. Не ожидайте от своего ребенка невозможного. И каждый ребенок, каждый ребенок имеет свой собственный путь развития. У него свои дарования и свои способности. Есть дети, которые, ну им тяжело дается право писания. А у кого-то есть врожденное чувство языка. Я вот завидую людям, у которых врожденное чувство языка. Вот они пишут все правильно. Вот. Или машут мне здесь рукой. Да. Анна, вот ребенок пишет, вот у него все правильно. Вот мой сын пишет, вы даже не представляете. Мы какие только прописи не перепробовали. Мы что только никаких гимнастик мы не делали. Ну вот курица вапой, курица вапой. Вот он пишет, и я даже не знаю. Это вот. Как, как? Я даже не знаю, как курица вапой. Но невозможно на это смотреть. И я говорю сам себе, что да, мой ребенок такой. И он не умеет красиво писать. Но он старается. Если бы, наверное, он не старался, то это, наверное, была бы вообще какая-то китайская бязь, которую я вообще не понял. Или арабская бязь. Вы знаете, Юрий, все впереди, не переживайте. Кто-то вообще в пятом классе расписывается так, что потом станутся литератором. У меня был жахтный почерк. И почему я начал красиво писать каллиграфически? Потому что в десятом классе у нас был классный руководитель Иван Васильевич, который очень красиво писал. Я посмотрел на его почерк, я захотел так же. И я начал ему подражать. Почерк исправился. И поэтому помните, что, друзья мои, есть дети, которые одарены. Они математически могут быть одарены. Они могут быть одарены в чем-то вот. Вот физически одарены. Вот сегодня радиослушатель писал. И он, понимаете, есть спортивные дети, очень спортивные. А есть неуклюжие дети. Мы смотрим на спортивные, мы говорим, какой же ты у нас такой, такой, такой. И начинаем его унижать и просто забивать его в грязь. Вот у меня у клюших детей. Меня многие спрашивают, как я дожила до своего возраста, потому что я всегда найду, обо что удариться. Вот недавно гуляла... Нассаж такой. Вот. Недавно гуляла по Петропавловской крепости в Питере. Единственный камень, который выпиралась в брусчатке. Кто об него споткнулся? Конечно, я. Ну, и еще, по-моему, итальянский фильм такой невезучий. Помните, там был мужчина невезучий, женщина невезучая. Как-то там встретились. Удивительный фильм тоже. К просмотру рекомендую. У нас сегодня целый список. Да, у нас целый список, друзья мои. Ну, в 1 сентября скоро холода, и поэтому... Поэтому есть, что посмотреть, и есть, что послушать. Аркадий нам написал. Плохой почерк, говорит. Признак гения. Значит, я был гением, а сейчас уже перестал быть. Ну, дай бог, чтобы было так. С Сашей еще не все потеряно. Да, у Саши еще не все потеряно. Следующий момент. И хотел вам сказать, друзья мои, не вынуждайте ребенка учиться только на пятерке. Вот или отличница. Я не говорю, что это хорошо. Потому что система оценивания не может быть объективной. Ну, за что тебе ставили оценки? Ну, за глаза? Нет. За что? За результаты, которые я вдавала. Но просто я не о том. Я о том, что... Это неправильно вообще так подходить. Вот мне понравился подход одной мамы. Когда она учила ребенка писать сама еще в детстве, вот буква Г, и вот он штук 15 или 20 этих закорючек напишет, но она понимает, что плохо получается. Что она делает? Она не говорит, вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо. Она выделила 2-3, которые получились, ну, прям очень близко к идеалу. Это для меня понятная система оценивания. Ты видишь, к чему твой ребенок будет стремиться, ты его направляешь. А когда тебе ставят 5 или 4 и так далее, вот я помню, до сих пор осталось. Наверное, это обида. Надо простить уже. Простить. Простить. Учительница по биологии поставила мне 4 по одной простой причине. Я делала лабораторную работу. И вот, Юрий, когда вам говорят слово «белок», что у вас возникает в голове? У меня возникает в голове яйцо, конечно. А у меня возникло в голове мясо куриное на кости. Это же тоже белок. Белок. И вот мы что-то писали о том, что этот белок, если опустить во что-то, в какой-то раствор, то от него ничего не останется. А я написала, останутся только кости. Но я же была права, права. Она меня не поняла, поставила там 4 с минусом, хотя все остальное было выполнено идеально, понимаете? И вот что значит оценивание? Я вот этой системы не понимаю. И даже в вузах 100-бальная система, которая, казалось бы, расширенная такая версия оценки более подробной, я вот ее не понимаю. Ну, поэтому не надо мучить ребенка учиться только на пятерке. Вот я, когда работал преподавателем в колледже, я отличников, ну, как-то не очень переваривал. Знаешь, нет, не очень точно выразился. Я не переваривал тех отличников, которые умоляли оценки, вытаскивали. Это прям самое противное. Они вот подходят и говорят, ну, поставьте мне, пожалуйста, пятерку, ну, поставьте. А я не поставлю. Это было что-то. И однажды меня даже отправили в какую-то командировку специально для того, чтобы поставить какому-то отличнику пятерку, потому что я ее не ставил. Другой препод я ему поставил. Но вот не могу я терпеть таких людей, которые... Если не за что, почему надо ставить? Если не за что, надо ставить. Ну, друзья, дорогие родители, поймите, что ваш ребенок... Система оценивания, она очень, ну, очень несовершенная. Что такое пятерка? Вот я знаю, что мой ребенок, он учит стихотворение по несколько часов. И это десятка по сравнению с тем ребенком, который прочитал два раза и выучил его хорошо. И сколько затратил мой ребенок силы, и что это было для него, это одно. Или то же самое, например, вот представьте, что есть инвалид, у которого, ну, нет, там, ни рук, ни ног, и он пишет ртом. Какие затраты тратит он, и вы просто возьмете, что-то напишете и что-то сделаете. То есть результат-то будет разный, и вы посмотрите и скажете, ой, ну вот это вот плохое. И по этому конечному результату вы поставите оценку. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, если ребенок ваш получил двойку, если он ленился, если он балбесничал, тогда вы можете его наказать, лишить его каких-то привилегий, каких-то преференций. Но если ребенок, вы понимаете, ни за что, или за почерк там ему снижают оценку, если он не очень тянет, он старается, он получает тройки, ну, тройка значит тройка, это пятерка. Нам Аркадий еще написал, почитайте историю Максвелла, Нильса, Бора. Похожие истории, как с вашим белком. И ведь гений же. Юрий, я в вашем клубе. Я в клубе вас и Саши. Так что все нормально, у нас передача гениев. Наверное, последний совет или последняя рекомендация, потому что у нас эфир скоро заканчивается. Не запрещайте вашему ребенку общаться с теми детьми, которые вам не нравятся. Вот у нас такая история. Вам не нравится? Да, вот я вот смотрю, вот у моего Саши есть друг Антон. Они приехали с Украины, он на полторы головы ниже, но он очень активный ребенок. И он постоянно, он такой, он лидер, его надо постоянно куда-то, он нашел Сашу постоянно куда-то, он его берет, условно говоря, в охапку, куда-то они бегут, надо вот играть, он придумал какие-то игры на ходу, он дарит ему какие-то обложки, у человека какие-то монеты ему. И моя жена напрягается. Я ей говорю, слушай, Наташ, ну он же выбрал, выбрал этого друга, ему с ним комфортно, ему с ним хорошо. И надо посмотреть на этого Антона. Я ей говорю, ну ты хочешь, чтобы он общался вот с этим, который тут всех бьет. Ну Антон же, это его выбор, это не такой плохой ребенок. Конечно же, запреты — это бесполезная затея, запретный плод, как известно, сладок. Чем больше мы будем запрещать, тем искуснее ребенок будет учиться обходить наши запреты и мастерски нас обманывать. И самый простой, одновременно сложный совет такой ситуации — убедить ребенка в том, что ваше восприятие его приятеля, его друга, его приятеля правильное. И от вашей силы убеждения, и от вашей внутренней веры в правильность вашего мнения будет зависеть, будет он общаться вот с этим Васей, с этим Антоном, или не будет он с ним общаться. Нам тут Илья писал все время, а я не видела. Что ж такое-то? Кратко перескажу, что вот у него была очень хорошая учительница, Оксана Анатольевна, которая всех сплотила, ему повезло. И вот дальше он у вас спросил, а что считается вымаливанием оценки? То есть если ты знаешь, что ты знаешь на пять, а преподаватель ставит четыре, или просто вот попросить? Думаю кратенько, у нас уже полминутки. В моем случае, я там был как педагог, и там была немножко другая история. Просить оценку, ну понимаете, нужно понять, почему ребенок просит оценки. Если он просит, потому что его папа потом прибьет дома, это один вопрос. Или он просит, потому что ему хочется быть лучше других. Очень важно учителю разобраться с мотивом. И поэтому здесь, если ребенок зависит очень сильно от оценки, нужно понять, нужно вот это вот раскодировать и расшифровать. Почему он просит? Илья, ну я надеюсь, в вашем случае все было хорошо, если даже вы и просили пятерки себе в дневник. у нас эфир уже подошел к концу. Спасибо, друзья, что были с нами. Мы сегодня с Юрием пожидаем и говорили о школе. Счастливо. Всего доброго. Хитростями до магнетизма, счастья, любви не добьешься. Ну тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на радио «Теус». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова